Опять же, я не списывал бы КАУ со счетов, но борьба должна быть. Итак, первый раунд на ваших экранах. И посмотри, как агрессивно здесь Слови выскакивает на Олафа, на себя пытался внимания отвлечь. Трикс погибает, погибает Слови. Пока что легчайшее при принятии игроков. Вот тут захолдились, не стали, смог пушить. Наверное, это была ошибка. Вайлендер ошибается в позиции. Худи его перестреливает. Ситуация 2 в 4. Даже 3 в 4. Бомба решает отойти с зелени. Ой, здесь WorldEdit на пару с Бумычем вдвоем. Зелень начинает работать, по пэку погибает. И остается Худи один против троих, но даже бомбу поставить ему здесь не позволит. Правда, опасно. Сейчас, если Норберта подловит, на точку Б можно убежать. Но как же Норберт грамотно все делает? Он отходит, ждет хилп от тиммейтов, пропускает, играет на отдачу. Но Худи самое главное поставить ту самую бомбу сейчас. Не поставит, по-друге. Ну, посмотри, как играет Хау. Вообще не хотят терять ни одного девайса. Играет максимально на свою экономику. Вот, кстати говоря, у Бумыч эта позиция перспективная. Хороший девайс на руках. И минус 2 он дает. А если сейчас Квик подключится как-то, то это можно еще и размансовать, попробовать. Это шанс для команды Винстрайк, на самом деле. Учитывая, что Бумыч сделал 2 фрага. При этом на халпу уже пришел Квик. Но там скаут. А скаут очень проблематично будет делать ретейк. Ну и самое печальное, что он не верил до последнего, что будет с очка. А, здесь Бумыч еще фраг. Зори подставляется. Дальше можно работать 2-2. Две флешки сразу же летит. Молотов есть от Квика. Да, Молотов можно закинуть за Электрик или вверх-вниз. Вопрос, как они его используют. Он как раз летит за Электрик. Там Пэку начинает гореть. И, к сожалению, Худи перестреливает Бумыча. И ретейк вряд ли удастся командой Винстрайк в данном раунде. Ну да, Квику, наверное, нужно забрать сейчас Аук и попробовать его засейвить. Но работает по игроку на синем вагоне. Дальше на верх-низе есть информация по Пэку. Купеку подставляется. Квик в ток, ребята. К Норберту прилетел. Молотов решил отойти на более дальнюю дистанцию. Ворту Дид промахивается. Опорник точки Б. Его забирают. Ворту Дид также погибает. В итоге Квик в смоке. Найдет ли Твикси сейчас? Да, обидно, что Норберт не дал ни одного фрага. И там еще и с АВП игрок не смог халпомнуть, потому что находился в блайнде. Бумыч закрывает Худи. Дальше по Твикси есть еще фраг. Здесь в упоре Слови. По нему, похоже, информации у Квика нет. И можно здесь ловить хороший тайминг. И все-таки... О, какая флешка сейчас была. Отличная. В итоге Слови один. И все-таки... А выиграет очень медленно. Это тот самый финский Counter-Strike. Где просто постоянно всю карту контролирует команда. И потом уже по инфе. А здесь Бумыч двоих. Вот это 2D было. Похоже, падение на Бумыча. И Слови Твикси погибает. Дальше Файлендер может подставиться под Пеку. Он его контролирует. Но подловить не может. Как же четко делал игрок на зелени. Здесь перетяжка с игрока с АВП. Ну и, в общем-то, втроем Хаву будет тяжело здесь что-то придумать. Тут уже World1 пришел на помощь. И тоже забирает того уже Пеку. Есть контакт. И ситуация уже 2 в 5. Также Худи выходит и забирает Квика. Но Бумыч уже поджал Бэддом. И сейчас Спинус поймает. Второго хотел найти, но не увидел. Но он не сработало против Кирилла. Вайлэндер находит Пеку. Опять же, не в первый раз делает опенфраг для своей команды. Также Зорре погибает. Вайлэндер видит через маки у него NVIDIA. А тут не в этом даже дело. Проблема у Хаву, что они пытаются везде выйти по одному. Вот тот самый игрок на контакт, о котором мы говорили. То есть мы каких-то полноценных раундов еще не увидели от финнов. Я смотрел игру Хаву до этого. И они не позволяли себе выходить в соло. То есть они действовали вместе под гранаты. И выходили при этом в 30 секунд. Сейчас же я их немножко не узнаю. В итоге Худи также погибает. Твикси остается один против троих. Если это раньше могло работать, то сейчас вот с этой эрой аугов просто так уже не выйдешь. Получаешь лютый демэдж за секунду. Побегает, погибает опять же-таки Норберт. Да что ж такое-то? Не везет ему ничего. Сейчас должен словить Пеку. Тот погибает и бомба падает. Есть информация для Винстрайк в данном случае. Твикси минус по Норберту. Опять же, выходят на п-точку. Бумыч готов принимать и мидл. Бумыч соло бегает по карте и делает эти фраги. Твикси погибает от кика. Ну и кто? Кто погиб? А кто погиб? Нора также находит Вайлендера. Форт Эдит исправляет ситуацию. Один фраг уже есть. Два в два. Что по гранатам? Есть Молотов с флешкой. Вопрос только в том, где Норберт. Почему он не бежит хоповать своим тиммейтам? До сих пор не верит. Точка. Молотов прилетает за 220. Можно работать. И здесь подсадится. Сейчас игрок на сэндвиче. Но Худи дает фраг. Твикси остается. Видит Норберта или нет? Нет, не увидел. Так, Норберт. Шанс забрать клатч один в два. Худи пытается его начекать. Но Норберт очень интересную позицию занял. Фейк бомбы. И все-таки Худи перестрелил. Конечно, ему 5-5. Но посмотри, да, есть диффуза и смок у Худи. Можно такой раунд разыгрывать. Сложнейший клатч сейчас. Сложнейший ретейк. И смотрим, как же это все закончится. Поеху контакт с Вайлендером погибает. Дальше можно работать. Твикси фраг по Норберту. Ну и пока что размены равные. Размены равные. При этом уже сделали 3 фрага, ребята, из Винстрайка. И Твикси остается один. Так, минус по ворсу. Одиду есть. Также забирает Вайлендера. Это уже может быть опасно для Винстрайка. Но все-таки справляет. Он находится под старой вышкой. Но Квик должен понимать, что он там. Он перестреливает Худи. И по Зори нужно включить туда как. Что так, не заметили. Ведь Зори стрелял. Мы, видимо, не услышали там порыве игры. Норберт фраг по Пеку. Ситуация 2 в 2. Минута 13 можно разыграть. И уже на Б-пленте сейчас будет ставиться бомба. Тут никого нет. На халпу уже идет Твикси. Что по гранатам? Есть Молотов, Хе и Флешка. Можно сделать ретейк. Но не понимает Твикси, где может находиться оппонент. В итоге Норберт сейчас забирает Зори. И теперь Твикси знает, где есть один игрок. Но инфы по ворсу. То нету. Перестрелка. Минус ворсу. И понимает, что в Зиге находится Норберт. Молотов тайминговый. Не смог на бомбу? Нет. У нас здесь у всех хорошие девайсы. А у Ха вот только два пистолета. Один автомат Калашникова. И вообще и диффузов нет. При ретейке нету гранат. Это очень проблематично. Поэтому сейчас будет действовать строго на стрельбу. Норберт перестреливает Зори. Понимает, где находятся еще и Худи. И это... 16-4. 16-4 должен быть. Ну нет диффузов. В любом случае Худи здесь не сбивает. Диффузить бомбу. Ситуация 3-3. Квик залетает в плент. Красный остается один игрок команды Хаву. Так, Худи в пленте. Квик также пытается найти фраг. Но пока что не открываются игроки команды Хаву в пленте. Но тут выгодные позиции. Два игрока в дефолте. Они могут монсовать. И крайне тяжело выходить на такую перестрелку. Вайландер дает фраг. Красный. Можно закрывать Твикси. Погибнет или нет? Нет. По гранатам есть. Смоки, молотов, флешки. Все, что угодно. Винстрайк для того, чтобы сделать все это грамотно. Зори. Какая хорошая позиция. Там еще и Твикси. На верхнем. И он забирает Вайландера. Погибает Квик. Волд идет на размене. Одного фрага недостаточно. Ситуация 2-3. Бумыч попытается. Здесь как-то выйти сложного. Но его контролируют. И еще и погибает Волд-1. Так, Бумыч. Остается один. Но дальше агрессивно отыгрывается. Волдеру, что там на улице. Кидали флешку. Может быть, игрок с мейна. В итоге пошел выход. Просто контакты. Бумыч подставляется. Волдер остается один на планете. Перестрелка с Твикси. Есть один минус. Болитый второй. Ну, до смока выходит. Только Норберт успел прибежать. И забрать Худи один в один. Норберт при этом 46 хп. Зори соты. Имеет флешку на руках. Может ее откинуть. И кто же окажется сильнее все-таки? Зори. Битов уже в упор откидывает смог. И потом работать через него. Смог на будку падает. Никакой Молотов. Зажигательная граната. Волдер. Что происходит? Но каким-то чудом он выживает. Я не знаю, что там произошло. Почему его не забрали. Бумыч в блайнде. Какая флешка отличная была от Хаву. Но Бумыч успевает забрать все-таки Худи. Ситуация 4-2. Зори при этом также погибает. Остается Пэку со снайперской винтовкой. Хе есть. И бомба лежит на Апленте. Невероятно, что сейчас произошло с Хаву. То есть там и должен был игрок в упорке погибать. Сто все это работает. Как Твикси там почувствовал игрока, который запрыгивал за ним. Я думаю, Норберд скорее сам даже на свою игру не очень доволен. У него всего 3 фрага сейчас имеется. И также трейд не самый удачный от него был. Хоть его команда и выиграла. Поэтому тут не только он, я думаю, обозлился на команду. Минус 4 девайса выбились из Хаву. Ну денег-то много у Хаву. Ну понятно, но все-таки гараж. И здесь на девятке уже готов погибать. Игрок, правда, здесь хелпайс. Тортедита. Укрепление небольшое организовано. Квик там с КТ. Так, Вайллендер. Минус 1 по слове есть. Но этого мало. Еще Тортедит 1 хп. Бумыч находит фраг позора. В итоге ситуация уже в большинстве команды Винстрайк. Тортедита 1 хп. Как же обидно сейчас для игроков команды Хаву. Бомба упала. Ее нужно забрать. Она лежит за черным ящиком. Худи откидывает смок в мейн. Но здесь в упоре Квик и, похоже, не ждут его. Так, Кортедит. Как он живет-то? Хорошая позиция была и смог уйти. Байтит. Как же байтит. Твинстрайк везде откусывает по кусочку. В итоге Бумыч забирает Твикси. Это что, выигранный раунд на пистолетах сейчас? Судя по всему, так и будет. Но в любом случае у Худи есть шанс. Уже минус по Квику. Так, Вайллендер. Понимает, где находится сейчас Твикси. Перестрелка. Но в итоге остались без фрагов. Тут Квик прямо на Зори на прицел выходит, но отвернулся. Зори, видимо, по таймингу. Худи один последний остается против четверых. И этот, похоже, третий за винстрайк. 12-3. Хау. Ну, я не знаю, как винстрайки собираются здесь камбэк. Правда, 50 секунд Худи еще может тут что-то подтащить. Но один против четверых практически невозможно. Я скажу так. Если винстрайк возьмут пистолетку... Какой тайминг сейчас? Плюс первый байк, то все может быть. Худи находит в итоге Вайллендера, но еще троих. Стоит одолеться, дабы выиграть раунд. Времени-то все меньше и меньше. 30 секунд. 29-28. И кик. Это, видимо, расчет на стрельбу. Это пуш рампы на первых же секундах. Твикси. Оу. Вайллендер находит Твикси. Сразу забирает еще и второго. Бумыч также разбирается с Пэку. И ситуация уже 4-2. Пошел выход на б-точку. Слови также не справляется с стрельбой. Худи остается один против четверых. И неужели это действительно будет камбэк? Представляешь, мы сейчас просто такую же вторую вторую увидим. Все может быть? Я не лед. Очень повезло сейчас, что Твикси по нему не попал. Но Норберт Красный, если выйдет буквально на секунду, здесь Твикси его уже не простит. Слови закрывает вольт-эдита. И дальше можно работать по улице. Но здесь Бумыч на 9-е не читался. Худи погибает. Бумычу можно скрывать точку. А где холпа? Нужна помощь. Сейчас, ребятушки. Бумыч падает по 9-е и не читает Зори, который стоял в окнах. Да уж, Бумыч интересное решение придумал, но не столь эффективное. По итогу ситуация 2 в 2. Квик будет работать с Бутки. Забирает Слови. И Зори один. При этом два красных остается у команды Винстрайк. Зори уже 2 фрага дал в этом раунде. Только представьте, какая не залетает, не залетает у Зори. Отмораживается. И Квашки и Смог. Можно все грамотно раскидать. Вот полетел Волтов, но Вайллендер просто в нем не горит. Он не горит. А задумка супер. Да, это обида. Это обида для команды Хаву. Как же обидно. Вайллендер отморозился. Бумыч. И вот Бумыч сейчас понимает, что нужно действовать именно сюда. Бумыч думает, как я горю сейчас. В этом Молотове. Худи, минус по квику есть. Но есть информация о Вайллендерах. Понимает, где находится один игрок команды Хаву. А тут еще и Слови. Слови серьезно. Не понял, что игрок бежит на Немона плюс В. Худи перестреливают. Последний Зори. Один в один. Вайллендер. Валдедит, извиняюсь. Но у него АП и спиной. А здесь в ответ какой дэмэдж. Ну вы серьезно решили вот так разыграть этот раунд. Просто сесть в утку и поперестреливаться через нее. Какой же Сумбур сейчас происходит. Поджимает, просто радио забирает. Легкий фраг по В. Есть размен. Бумыч тайминг. Твикси. Два в два и Бумыч просто решает уйти под Б точку. Но Зори его догоняет. Бомба падает. Вайллендер догадается ли есть. Ну... Смотри в пять. Тридцать пять секунд на таймере. И сгорает у нас Слови в Молотове. При этом Киковой забирает. Худи минус. Валдедит. Должен понимать, что ушел в будку сейчас Худи. Прекрасно слышно. Игрок Винстрайк. Где находится сейчас Худи. Но вот есть Зори еще, который лезет с девяти. И как разыграет этот клатч Хаву. Но есть Молотов. Хе две флешки у Хаву. Но при этом сейчас Худи падает. Так, Хе первая реализуется. Также Молотов плент. И, к сожалению, не поднимается. ЛПС. Пину прикрывает. Но здесь Зори фраг. Худи фраг. И что? Норберт с Бумыч вдвоем погибает. Норберт. Это конечное для Винстрайк. Найс. Пока Пеку получает дамаг в смоке. И тут Худи забирает Словдедита. Сплит на точку Б произошел. Пеку находит Квика в самый последний момент. И сразу же три безответных минуса от Винстрайк. Буквально за секунду забирается почти вся команда Хаву. Остается последний Твикси. И Вайлендер с ним легчайшим образом справляет. Твикси летят. Флешка прилетает, но не по таймингу. Точнее, Твикси не стал под нее отключаться. И здесь просто парный выпад проходит. Два смока. Посмотри, Зори вообще ничего не видит. Дает размен. Но еще один фраг от Зори. Ворлд едет. Также разменит свой тимойт. И с точки Б. С точки Б бежит холповать вдвоем на КТ. Здесь Смок вовремя плачут. И А сейчас под контролем и в Страйк. Зори спас этот раунд от провала на самом деле. Крайне сложный клач, потому что на подъеме. Главное не погибать сейчас Ворлд едету. Он дает фраг по ослове. Промакивается на просвете. А вот сейчас-то шанс появляется. Бумыч, но у него великолепная позиция. Аук в руках и Бумыч. Он прилетает в окно. Нужно поставить бомбу. Если бы не... Промахнулись Молотовым. Но здесь Ворлд едет прикрывает свой тиммейт. А Твикси справляется. И Вайлэндер один на один. Информация по Твикси была. Вайлэндер чекает это Смока и забирает Твикси. Нужно быть интересный девайс. Сейчас приобрели Хаву. И посмотрим, получится ли у них или нет. Твикси дает фраг. Но тут же размен. Это отлично. Потеряли АВП. Это самое очень важное. Минус один. Одна саперская винтовка. Вайлэндер дальше пушит под флешку. И какая флеш. И здесь двоих. Вайлэндер проходит в упоре. Худи слой погибает. Дальше можно. Вайлэндер еще и минус три. Прострелом позори. Серьезно. Вот это включение от Вайлэндера. Нет. Хорошо. Ворд-1 уже не первый раз попадает по игроку команды. Хаву в медле. Пэку тем временем находит фраг по квику. И Худи в минус по Норберу. То вот здесь уже по одному сыграли винт-страйк. Неаккуратно. Неаккуратно. Возможно, нога расслабляются. Винт-страйк. И отдают раунды, которые могли бы... Страйк. Так. Выход пошел. 40 секунд на таймере. Смогут ли забрать сейчас двоих? Есть минус по Фуди. Также падает Слови. На халпе. С окна сейчас работает еще один игрок команды Хабу. И Вайлэндер пытается убежать на точку. А сейчас будет... Контакта на мидл. Слышал его Твикси. Твикси, возможно, и слышал. Вопрос, дадут ли пройти. Очень быстрый выход от винт-страйк. Сейчас Бумыч первым номером. Опять же, готов выходить. Что прилетает, флешка Квикна... Разменивает. Так. Норберт проходит в плент. Зоры находится на гусе. Сейчас минус по Слови уже есть. Уфлэнде. Какие флешки великолепные. Ответа классная позиция. Зори, скорее всего, здесь его ждать не будет. Две флешки есть. Что одно, что вторая команда. Сейчас при тейке 2 в 2. Так, Норберт погибает. И остается Квик последний. Вот двух сторон, скорее всего, должны сейчас так и есть. Не залетел. Пока что не стоит. А поэтому и ждет, что бомба не стоит. И Бумыч выходит на прицел. О! Бумыч, хорош. Минус по ходе. В итоге Зори остается последний. Забирает того самого Бумыча. И... Клач 1 в 2 для Зори. Бумыч на морозе. Клачка сейчас от Пэку в миддл летит. Здравствуйте. Бумыч полностью в флайнде. Его прочекали. А тут еще есть Квик. И сразу же разбираются с тремя. Как же это красиво. Смотрелось на Квику. Нельзя подставляться здесь под Пэку ни в коем случае. Сейчас Виндстрайк полностью прочитали выход своих соперников. Это была засада в миддле. И вопрос только потом, заберет он Твикси или нет. Он понимает, что 2 находится на длине. И в случае того, если он заберет Твикси, что он в принципе и делает. Он закрывает для себя одну из точек. Ему не придется смотреть на две стороны. Но Вайлендер еще поджал в частный респаун. Перестрелка со слови. Тот его перестреливает. Последний остается Худи с бомбой. Минус по Вайлендеру. И 30 секунд на принятие решения. Сейчас услышу пробегающего. И забирать его. Так. Какой тайминг Худи. Да, да, да. Пускает. КТ упал у нас Твикси. Есть один минус от Ворта Дита. Сможет еще забрать кого-либо. Начекивает. Бомба начинает ставиться. Ситуация уже 5 в 3. Минус по бумачу. Квик на размене. Забирает сразу же двоих. И Пеку остается один. Квик в прыжке. Команду всего 2 смакает. 2 флешки. Да, надо с 2 без гранат играть практически невозможно. Твикси уже такое ощущение, что из последних сил пытался там выйти в миддл. Но у него это получается. Твикси минус Вайлендер. Норберт с Ворта Дитом отлично отрабатывает. Выиграет двоих. Худи остается последний. Минус по опорнику бэд точки. Но бомба упала в зиге. И информация по Худи также имеется. Ну и что? Винстрайк втроем против одного. Это скорее всего 16 раунд для них. Я не думаю, что здесь Худи за минуту. Хотя времени полно. Можно подобрать бомбу. Но у нас так неаккуратно лежит. Бумыч ставит жилье.